Попа-кота почему ездит после туалета? Причина покрасненения. Каждый владелец кошки хотя бы раз наблюдал за тем, как его питомец катается на попе по полу или ковру. Может со стороны это и смешно наблюдать, но всякому действию есть объяснимые причины. Когда подобное является нормой, если кошка ездит на попе, причины могут быть разные. Естественным явлением для всех кошачьих является то, что внутри задней кишки рядом с анальным отверстием расположены пара-анальные. Железы, через которые выделяется остро пахнущая жидкость. Изда кота на попе часто явление секрет каждого кота индивидуален, он является визитной карточкой животного. При помощи анальных желез многие хищники помечают свою территорию, определяя ее границы, показывая, что чужакам вход запрещен. Деление территории и почему кошка ездит на попе и что с этим делать. Причин того, что кошка ездит на попе, может быть несколько. Основанием такого поведения животного может быть неполноценное, несбалансированное питание, несоблюдение правил гигиены, подавление половых инстинктов, проблемы с дефекацией, попадание инфекцией в анус, недостаток движения, лишний вес. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни кота ведут к тому, что мышечная ткань атрофируется, ей на смену приходит жировая прослойка, которая сдавливает ткани, тем самым нарушая циркуляцию анальных желез. Важно! Чаще всего этим страдают животные в возрасте. Если вовремя не оказать квалифицированную медицинскую помощь, это может привести к воспалительным процессам в ремой кишке и даже заражению крови. Коты в возрасте страдают от различных недугов. Бытовые проблемы причиной катания взрослого животного или котенка на попе может быть зуды в заднем проходе. Источником такого поведения могут стать банальные глисты, которые, вылезая из прямой кишки, раздражают анус. Чтобы унять зуд, питомец начинает чесать его о ковровое покрытие. Особенно неприятно это наблюдать после того, как любимец только сходил в туалет и оставляет грязные плохо пахнущие следы на чистом ковре. Паразитов можно найти в любом живом организме. Если домашняя кошечка не выходит на улицу, это не значит, что у нее нет глистов. Яйца гельминтов можно встретить везде, на почве, стеблях травы, они летают по воздуху, их можно занести в квартиру с обувью. Яйцами паразитов могут быть зараженная сырая рыба, мясные продукты, некачественная вода. Важно! Независимо посещает котик улицу или нет, один раз в квартал в обязательном порядке его надо избавлять от паразитов, которые питаются. Его кровью и отравляет организм продуктами своей жизнедеятельности. Существует более 30 разновидностей гельминтов, которыми может заразиться домашний любимец. Самыми распространенными из них являются круглые, еще их называют ленточными, черви. Внешний вид их напоминает спагетти длиной 5 см, иногда больше. Скапливаются они в основном в тонких отделах кишечника. Чувство сильного зуда в заднем проходе вызывают острицы, которые выползают из толстой кишки, чтобы отложить свои яйца в анальном отверстии. Желание избавиться от этого зуда вызывает у животных ерзание на попе по шероховатым поверхностям. Изобилие ленточных листов распирает стенки кишечника. Коты стараются очистить его от каловых масс путем стимуляции заднего прохода через раздражитель, которым являются ковровые дорожки. Продукты жизнедеятельности этих паразитов вызывают сильную интоксикацию в организме животного, что приводит к аллергиям. Большая их численность может стать причиной закупорки желчных протоков. Такие паразиты, как токсокары, могут даже разорвать кишечник котенка. Заразиться малыш может не только через некачественную пищу, но и внутри утробно от мамы кошки. Обратите внимание, чаще всего паразиты встречаются в речной рыбе. Заморозка их не убивает. Внутри рыбы и личинки гельминтов проходит процесс дозревания. Закупорка анальных желез. Самой частой проблемой, почему кошка ездит на ПП, является закупорка паранальных желез. Нормальный секрет находится в жидком состоянии. При загущении он становится вязким, не может пройти через узкие отверстия желез. Закупоривает. Их и причиняет животному боль. Нарушение обмена веществ также вызывает загущение секрета, результат которого проявляется забитыми протоками или обильными выделениями, вызывающие воспалительные процессы. Пытаясь устранить воспаление и зуд, кот будет элозить на ПП, пока не расцарапает задний проход до крови. Кот начинает кататься на ПП, пытаясь самостоятельно прочистить отверстия, через которые выделяется секрет. Попа кота становится красной. Он испытывает неприятные ощущения. Обратите внимание, если самостоятельные попытки не приносят результатов, надо попытаться оказать ему помощь надавливаниями пальцев в местах расположения анальных желез. Проделывать эту процедуру лучше на улице или в ванной, так как жидкость имеет очень резкий, стойкий запах, от которого трудно избавиться. Воспаление паранальных желез Часто закупорка анальных желез сопровождается воспалительным процессом, тогда без ветеринара не обойтись. Он может провести очистку при помощи котепера с антисептическим раствором, вставленного в анальное отверстие. В случае гнойного воспаления в условиях ветеринарной клиники возможны вскрытие абсцесса, установка дренажа для выхода гноя, назначение курса антибиотиков. Привлекает внимание и котны очень внимательные и быстро обучающиеся животные. Однажды обратив на себя внимание каким-нибудь действием, они попытаются повторить это вновь. Так, однажды проехав по ковру на пепле и завладев вниманием хозяина, кот попытается повторить это вновь и будет проделывать это каждый раз, чтобы получить порцию внимания и заботы от хозяина. Отучить от этого питомца можно, только уделяя ему достаточно любви и интереса к его персоне. Коты порой вопрашивают внимание хозяина кошка ездит на пепле, потому что кусочки экала прилипленка шерсти. Коты очень чистоплотные животные. Они постоянно умываются после еды, вылизывают свою шерсть, пытаются подмыться после туалета, но не всегда получается дотянуться до всех нужных мест. Попа кошки может страдать от банального прилипания экскрементов к шерсти во время туалета. Чтобы ее очистить, животному приходится тереться тем местом, что находится под хвостом, а ковер предметы мебели. Чаще всего это случается при жидком кале. Обратите внимание, у длинношерстных питомцев это случается намного чаще, чем у животных с короткой шерстью. Шерстяной покров в зоне испражнения пачкается, слипается, что приводит к стягиванию кожи, дискомфорту. Кошечки, желая исправить ситуацию, начинают ползать на пепле. В избежание этого следует своевременно проводить стрижку места вокруг ануса, отмывать животное от приливших фекалий. Часто испражнения диареи вызывают раздраженность, покраснение. Стремясь избавиться от зуда, кошечка трется попой о ковер, какая лучшая подходящая для этих целей поверхность. Мало радости приносят и запоры. Если кишечник не удалось полностью опорожнить, котик пытается выдавить остатки кала из прямой кишки путем катания по полу. В этом случае стоит помочь любимцу слабительным и пересмотреть рацион его питания. Помимо этого, у животного всегда должна быть в наличии миска с чистой свежей питьевой водой. Если у кота красная попа, он влизывается в два раза чаще еще одной причиной ерзания по полу, может быть посторонний предмет, который с пищи попал в желудок, а оттуда в анальное отверстие. Это может быть кусочек веревочки от колбаски, обвертка от кусняшки, подобранная на полу ниточка. После испражнения и вышедший полностью предмет частично остается в заднем проходе, доставляя дискомфорт своему обитателю. Питомец, пытаясь избавиться от раздражающего его предмета, начинает тереться об и все, что может помочь избавиться от него. Наибольшую опасность представляет целлофан. Его не может растворить желудочный сок, поэтому он может заблокировать работу желудка, что приведет к неминуемой гибели животного. Хозяину следует внимательно относиться к тому, что ест его питомец и, заметив посторонние предметы, торчащие из заднего прохода, помочь от них избавиться. Обратите внимание, после перенесенной травмы в результате падения перелома в тазобедренном суставе питомец, испытывающий боль, может ездить на попе, пытаясь таким образом оттихомирить боль от травмы. Здесь на помощь могут прийти успокаивающие средства, прописанные ветеринаром. Серьезной причиной катания на попе у кошек может быть травма на психологическом уровне. Расстройство психики у животного может выражаться в форме потери аппетита, агрессивном поведении, беспричинном катании и на попе независимо от того, ходил он в туалет или нет. Здесь без специалиста не обойтись. Как распознать заболевания кошачьей попы? Глистные инвазии у животного обнаруживаются не сразу, но со временем начинают проявляться в виде отказа от еды или чрезмерного аппетита. Расстройство в работе желудочно-кишечного тракта, частых запоров, поносов, рвот и кашля, которые могут вызвать аскориды, мелкой сыпи на попе и чесотки вокруг ануса, гнойных выделений в слизистых кровяных вкраплений в каловых массах. Зараженное животное становится вялым, постоянно спит, у него наблюдается анемия, увеличение причины, желтушность белков глаз из-за забитых желчных протоков. Шерсть становится блеклой, теряет свою шелковистость, выпадает. У беременной кошки может случиться выкидыш. Котята замедляют в росте, живот у них увеличен, как у рахитиков. Обратите внимание, эти симптомы внешне похожи на простудные заболевания. Если не разобраться в речении и сделать дегерементизацию, можно нанести непоправимый вред питомцу, вплоть до летального исхода. Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, надо сдать анализы в ветеринарной клинике на наличие паразитов. Больного котика можно выявить по внешним симптомам. В дальнейшем нужно придерживаться рекомендаций медиков и строго следовать инструкции прилагаемой препарату. Паразиты распространяются очень быстро и несвоевременное лечение может иметь плачевные последствия. Перед дегерементизацией пушистых питомцев надо избавить от блох, иначе лечение не даст должного эффекта. Чтобы кот полностью проглотил лекарство, таблетку измельчают и смешивают с мясным фаршем или паштетом. Можно растворить средства паразитов в воде и шприцем без иглы и ввести за щеку зараженного животного. Перед дегерементизацией надо избавить питомца от блох пальцами или специальным приспособлением пилером. Можно положить таблетку на корень языка кота. При этом стоит воззаботиться, чтобы животное не выплюнуло лекарство. Для этого рекомендуется держать пасть кота закрытым, поглаживать горло, стимулируя глотание. Обилие слюны является нормальной реакцией на процесс. Так как препараты убивают взрослых паразитов, а из яиц со временем выходят новые особи, через две недели дегерементизацию повторяют. Уничтожение паразитов предпочтительнее проводить в выходные дни. Делается это на случай того, что во время процедуры питомцу может потребоваться помощь хозяина, например, напоить подопечного слабительным в случае запора. Дегерементизация является обязательной процедурой перед каждой прививкой питомца. Очищенный от паразитов организм животного легче переносит вакцинацию, редко подвержен побочным эффектам. Важно! Нельзя травить паразитов кошкам, ожидающим потомства или кормящим котят, ослабленным, больным, старым животным. Стоит строго придерживаться инструкции касаемо возраста котят, указанного на препарате. После того, как прошла процедура уничтожения паразитов, следует с особой тщательностью относиться к мытью кошачьего лотка. Плохо вымытый горшок с яйцами и личинками глистов может по-новому заразить животное паразитами. Достаточно будет ему облизать свои лапы и дегельминтизация пойдет на смарку. Как чистить параональные железы у кошек? Распознать воспаление параональных желез тоже несложно. Помимо того, что животное катается на пепе, от него может исходить неприятный запах. Если заглянуть под хвост, помимо красной попы, можно обнаружить абсцесс в виде шишки. Понаблюдав за котиком, можно увидеть, как он нервно грызет кончик хвоста. Жидкость, выделяемая параональными железами, придает кошачьим испражнениям своеобразный, присущий только данному животному, запах. Он как бы является визитной карточкой данного животного. Секрет вырабатывается постоянно. Если жидкость по какой-то причине не выходит из мускульных мешочков, протоки набухают, их можно увидеть в форме шишек, заглянув под хвост животного. Если своевременно не принять меры почистки анальных желез, может образоваться абсцесс, прорыв которого в брюшную полость грозит заражением крови подопечного. Обратите внимание, работу параональных желез может нарушить бактериальная инфекция. Если вовремя не остановить воспалительный процесс, инфекция может проникнуть в волость брюшины и вызвать перитонит, который сопровождается общим тяжелым состоянием всего организма. При наличии всех этих симптомов лучше немедленно обратиться к ветеринару и получить квалифицированную помощь. Вед врач очистит протоки желез при воспалении, назначит курс антибиотиков противовоспалительной и свечи, порекомендует диету, в случае нагноения удалит абсцесс. Во время осмотра врач может назначить курс антибиотиков при слишком запущенных состояниях, когда начался уже некроз тканей, хирургического вмешательства не избежать. После операции следует наблюдаться у специалиста до полугодов избежания рецидивов. Первая очистка, если не установить причину возникновения нарушения работы параональных желез, может привести к последующим. Чаще всего это происходит в результате нарушения обменных процессов в организме кошечки, малоподвижного образа жизни, которое приводит к набору лишнего веса, жидкого и, наоборот, слишком густого стула. Все это контролируется питанием. Правильным будет, если осмотр заднего прохода будет проводиться регулярно. Своевременная очистка параональных желез помогает избежать воспаления. Лучше эту процедуру в избежании неприятностей доверить специалистам. И тогда кот больше никогда не будет ездить попой по ковру. Продолжение следует...